народ привет мы снова в нашей мастерской недавно делал я обзор на вот такую вот технику и даже разочек его запустил почему вы спросите разочек да потому что после первого раза после первого же раза у нас свернула карданы сейчас покажу как это было как это есть включаем авто все готово до тротики до теперь мы делаем вот так вот вот от коробки у нас вот казалось передний мост передний мост крутится задний вот уже все прокручивается сейчас будем это дело исправлять выключаем машину выключаем аппаратуру а и заодно будем менять передние рессоры так как они пришли нам сломаны вот ездить еще не ездила колес уже соскочили покрышки техника красиво интересное хочется чтобы она ездила и радовала они стояла на полке сломаная поэтому надо приложить руки и довести ее дома вконтакте скидывал фотографию парень под эту базу на 3d принтере на печал напечатал модель 131 дел к заходите посмотрите там ссылкой на видео можно посмотреть так вряд ли вам покажу но кардан вот сюда вот кардан треснутый поэтому сейчас будем его как-то как-то делать сейчас покручу заодно сразу посмотрю остальные по-хорошему какие-нибудь хомутики придумать потом посмотрите дальше сломается ну вроде больше таких мест нету вот только оно одно интересно она снялся все снялся и вот она грамм видно трещинка можно попробовать портать и сделать про точечку вот здесь а сюда попробовать болтик врезать но что-то я не знаю прокатит не прокатит либо можно засверлить насквозь и тут и тут и метки даже болтиков нету м2 болтик закрутить хочется просто еще немножко поездить посмотреть как он будет в стоковом исполнения себя вести масты прям очень плохо крутится посмотреть что там может быть и кстати я уже вижу причину почему вот эти болты не могли вот эти мосты я не смог закрутить потому что сама болт вкручивается в ответной части она другая с бабушечками с большими поэтому и не получилось ничего так народ меня приятная новость в наших мостах стоят металлические шестеренки люфты есть но шестеренки металл и здесь металл это не может не радовать так значит смазочки очень мало сейчас будем добавлять будем добавлять и заодно проверять что нам делать с люфтами так как здесь у нас идет такой небольшой люфт а кардан ничем не фиксируется просто одевается на шлицы я предполагаю то что нам надо просто взять и когда чуть подальше одеть и попробовать избавиться от люфта так что он пробуем просто насадить дальше вот ребят смотрите все крутится легко и люфта практически нет сделаем мы это сейчас со всеми так добавим немножечко смазочки сильно много добавлять не буду мощность небольшая по воде сильно гонять я его не собираюсь поэтому так немножечко чтобы чтобы поплавней ходила так все собираем да так то же самое металл и в эту сторону открываем металл люфты везде одинаковые сейчас люфта нету только вот на маленьких прыщиках так супер двигатель подключаем и смотрим ну как бы все работает но такой карданный эффект просто капец ее гнет вот так вот все так смазываем последний мост будет нам мешать не будет мост что поменять надо полностью снимать просто она не подсунется нам так ну что снимаем мост тогда так что еще надо будет сегодня обязательно смыть название так ладно теперь приступим замене вот смотрите видите вот одна погнутая другая вообще отломанная но благо у нас их есть запас теперь так еще ребят знаете что хочу хочу попробовать сделать чтобы он все таки был чуть чуть помягче а чтобы сделать помягче будем сейчас пробовать убирать одну пластину давайте наверно соберу назад мост пока удобно все так дай Смотрите, мост крутится идеально, люфтов нет. Передний мост вообще нравится. Разбираем рессору, вытаскиваем ее. Вот она сломанная у нас. Берем, сейчас мы сразу выберем две рессоры, которые будут одинаковые и не гнутые. Вот эти вот, это вот уже мусор. Я думаю, что их можно будет наделать самим и они даже будут более жесткие и ставить только их. Убираем вот одну подстилку и ставим рессору. Посмотрим, получится, не получится, не знаю. Как вы считаете, будет ли эффект то, что мы убрали одну рессору? Будет ли он от этого мягче? Так, ну-ка, проверка. Да, не обманулись. Мало ли что. Так, это вот сюда. Так, ну, смотрим, значит. Берем, заводим и вставляем. Так, и вставляем на место. Ну что, прикручиваем. Второй. И рулевая. Не спешно. Так, еще небольшой тест. Все ровненько, да? Так, смотрите. Вот здесь есть вот такие вот бобышки. И они упираются в стенку. А серва, в принципе, может еще дальше. Так, сейчас я буду настраивать. Сейчас мы выключим модель. Точнее, не модель, не выключим. Открутим серву. Нам надо ее поставить на руле в центральное положение. Так. Угу. Скидываем ее. Так, сняли. Включаем. Включаем. Все. Смотрим, что у нас здесь. Так. Максимум вправо. Помечаем. Вот это максимум вправо. Но это максимум влево. И делаем. Так. У нас получается. Вот так вот центр. Прямо должен быть центр. И засекаем. Так. Сейчас возьму другую отверточку. И засекаем. Получается. Раз. Оборот. И так. Вот от центра полуоборота. Теперь проверяем в эту сторону. От центра полуоборота. Все. Вот так вот центр у нас. Чтобы уж точно быть. И теперь. Не выключая. Мы с вами ставим туда. Серу. Чтобы она была ровная. Тогда нам и триммировать легче будет. И все. Вот так. Все. Одел. Все ровненько. Она держится. А вот тут у нас есть. Такой саморезик. Мы его сейчас на фиксатор резьбы посадим. И смотрите. Мы сейчас. Вот эти вот места. И вот это. Чуть-чуть проточим. И вот этот проточим. И будем посмотреть потом. Насколько увеличится выворот. Разобрать наверное не получится. Да. Так что будем делать так. Вот эти вот сейчас подточим. И вот здесь немножечко. Выровняем. И угол у нас. Немножко, но будет больше. Поехали. Так. Народ. Подпилил. Вот эти вот края. Вот. Эти прыщики. Зазубринки. И теперь. Я вот проверяю. В принципе. Уже дальше не дают цвд привода. Не цвд. Привода уже дальше не дают. Поворачиваться. Поэтому. Дальше смысла я не вижу что-то точить. Вот. Ну что мы будем пробовать. Туда теперь. Налезает очень легко. Да. Значит нам надо. Сейчас. Попробовать найти какую-то сюда обоймочку. Сейчас мы померим диаметр. Так. Здесь у нас. 6,5. Так. Нашел я вот такую втулку. Медную. Или латунную. Не знаю. От гелика. Сейчас я ее расточу на 6,5. И запрессую сюда. И. Установим. Назад. Я думаю это поможет. Вот. Смотрите. Сейчас будем пробовать ее усаживать. Не знаю. Может думаю подогреть чуть-чуть. Чтоб получше село. Ну что. И проверенным способом потихонечку давайте. Пробовать усаживать. Вот так вот получилось. Вот такое вот колечко. Поверх мы поставили. Теперь самая сложность попробовать насадить. И если теперь уже прокрутит внутри. шлицы. Ну дальше остается только засверливать насквозь. Двоечкой. И вставить болт. Ну. Давайте пробовать. Чтобы не лохануться. Сначала одеваем кардан туда. А потом. Ну. Один плюс хороший есть. Одевается туго. Вот так это выглядит здесь. Давайте проверим. да. С такими конечно стрелыми карданами. двигатель очень тяжковато так резина направлены смотрите как ставим одно покрышку все-таки была одета неправильно ну все прикрутили давайте еще разок проверочку на месте ну все пора тестировать на снегу так выключаем